Ну что, друзья, давайте начнем. 8.30, у меня сегодня будет достаточно короткое выступление. К нам приехало много сегодня уже гостей из московского офиса, из нижегородского офиса. Начать я хочу с этой картинки. Вы знаете, что я люблю в презентациях картинки с горами, с альпинистами. Почему я начал с этой картинки? Потому что я сегодня хочу поговорить о нашей цели в очередной раз на год. И она мне представляется такой вот, как вот эта картинка, то есть такая достаточно далекая, недостижимая, но в то же время достичь ее реально. То есть это цифра 328. Именно столько мы поставили цель открыть пиццерий в этом году. Невероятная фантастическая цифра, практически одна пиццерия в день. Сразу хочу сказать, почему 328. На самом деле все это, эта цель построена на реальных планах. То есть мы фактически задали себе вопрос, сколько мы сможем открыть, посмотрели, сколько могут открыть наши действующие партнеры, сколько мы сможем запустить новых пиццерий. И у нас получилась такая цифра. Она амбициозная. И мы сказали себе, почему бы и нет, давайте попробуем. Это определенный спортивный интерес. Скажу, что иногда мы ошибаемся. Допустим, мы, ну и не иногда, вся наша работа состоит из ошибок. И в конце года мы поставили цель прошлого года открыть 178 пиццерий. Вы знаете, что закончили мы год со 154 пиццериями. То есть мы не рассчитали. На текущий момент у нас 170 пиццерий. То есть мы еще даже не выполнили тот план, который ставили на 2016 год. Но при этом у нас есть вот этот амбициозный план. Я уверен, что он сложный. Сложно будет выполнить эту цель, но эта цель вполне реализуемая. Что нужно нам, чтобы эту цель достичь? Нужно все разложить по полочкам, понять, как нам, собственно, ее выполнить. И у нас будет три основные метрики именно в этой цели. Это количество новых договоров, количество согласованных помещений и количество открытых пиццерий. Что такое новые договоры? Это количество заключенных, новых проданных франшиз, то есть новые партнеры наши. Помещения – это согласованные помещения. Когда наш партнер находит помещение, мы его согласовываем, это значит, что началось открытие пиццерии. Через какое-то время пиццерия откроется. И дальше все зависит уже от скорости открытия, от скорости нашего проектирования, от скорости строительства. Ну и, собственно, финальная точка – это открытие пиццерий. Мы составили четкий план. Я думаю, что в ближайшие недели Андрей Петелин его презентует. В этом плане каждый вот этот пункт идет по нарастающей. Понятно, что для того, чтобы нам открыть определенное количество пиццерий, нам нужно в первую очередь найти помещение и заключить договоры. Это самое главное. Так вот, значит, есть четкие планы, где на каждом месте стоят определенные цели. Дальше мы по каждому партнеру, с каждым партнером мы обсудим его планы, с большинством партнеров уже обсудили. И этот план будет разбит уже на конкретные партнеров, на конкретные города. Опять же, для чего нужен такой план, для чего нужна эта цель? Для того, чтобы мы искали решение, у нас был постоянно какой-то драйв, что-то, что заставляло нас выходить из зоны комфорта, находить новые решения. Вот приведу вам пример, понимание стратегии, стратегии компании, бизнес-целей компании должно влиять на каждого из нас. Один из примеров, опять же, я тут не хочу, чтобы этот пример рассматривался как поиск виноватых. Нет, это больше пример для нас, как нам нужно действовать и как нам не нужно действовать. Значит, мы заинтересованы в том, чтобы быстрее наши партнеры проходили обучение, быстрее запускались в пиццерии. Допустим, в январе у нас была возможность обучить в нашем учебном центре партнера, но при этом мы отказали. Мы сказали, что у нас наш курс заполнен, потому что у нас курс заполнен со сотрудниками, которые проходят обучение. Безусловно, что партнеры для нас приоритетнее, и с точки зрения бизнеса и понимания наших бизнес-задач мы должны были обучить в первую очередь в январе партнера. Вот, поэтому, смотрите, на каждого из нас должно влиять понимание в обычной нашей работе, понимание наших целей. И в итоге, что мы все-таки занимаемся бизнесом, и, значит, на нас влияла именно бизнес-цель, а не процедуры. Вот, ну, вы видите, да, в феврале, что у нас на текущий момент открыто подписан один новый договор, согласовано 5 помещений и, значит, открыто 5 пиццерий. То есть вот этот план мы поставили согласно плану 2017. Вот, у нас запланирован целый комплекс мероприятий, проектов для того, чтобы увеличить продажи, ускорить поиск помещений, ускорить строительство пиццерий. Вот, мы будем периодически возвращаться и смотреть, в каком статусе мы находимся каждый месяц. Вот, значит, ну, вы видите, что сейчас основной упор мы будем делать на продажи, потому что это то, что требует максимального внимания сейчас. То есть вот мы сейчас идем, мы должны за оставшуюся часть месяца заключить еще 4 договора, чтобы быть в нашем плане. Собственно, хочу познакомить вас с новым членом нашей команды, Евгением Синицыным. Евгения у нас присоединяется, можно сказать, в середине или даже в четверти нашей школы, нового потока школы менеджеров. Значит, Евгения к нам приехала из Екатеринбурга. Евгения закончила Сиракузский университет в штате Нью-Йорк в США по направлению маркетинг-менеджмент. Из интересных фактов Женя имеет первый взрослый разряд по плаванию, вот хотел бы вас с ней всех познакомить. Ну и, собственно, перехожу к финальной части, самой приятной. Значит, вы знаете, что недавно мы объединились с IT-компанией из Нижнего Новгорода Smart Step Group. Значит, я считаю, что это одно из важнейших событий года, которое очень усилит нашу команду. И это такое объединение, которое, знаете, вот есть принцип подобное придякивает подобное. И это и есть этот принцип в действии. Когда мы начали работать с компанией Smart Step Group, как с подрядчиками, которые помогали нам разрабатывать информационную систему, это было полтора года назад, я постоянно себя навел на мысли, что мы мыслим одинаково, что это именно те люди, с которыми бы мне лично хотелось долгосрочно работать. И я очень много находил в подходах, в мышлении, в принципах. Но, собственно, вся эта история логически пришла к тому, что мы объединились. И сегодня у нас в гостях из Нижнего Новгорода основатели компании Антон Бивзюк, Саша Андронов и Дима Павлов. И, значит, у нас на этой неделе еще были ребята из нижегородской команды, которые у нас еще не были в Сыктывкаре, потому что часть команды уже неоднократно была в Сыктывкаре, та, которая работала с нашей компанией. Вот, и, собственно, я сейчас передаю слово ребятам, они расскажут, вы познакомитесь с ними, ребята расскажут, собственно, кто они, чем они занимались и почему мы теперь вместе. Встречайте. Мы постараемся выступить все втроем, вот, поэтому достаточно быстро будем рассказывать. Для начала вот такой слайдик, да, как мы видели это, у нас был еще один вариант, когда пицца поедает мозг, вот, но мы так не решили, что это пицца поедает мозг или мозг там съел два куска, вот, остановились пока на этом. Вот, я немножечко расскажу о том, какая у нас была история, о том, как вообще Smart Stop Group появился и как мы вообще вместе все появились. Вот, самая первая картиночка вот в левом верхнем углу, это еще в бытность, в небезызвестной компании Intel, в которой мы все работали, как-то так случайно получилось, что мы все оказались там, вот. Вот, и это была команда, которая немножко была не похожа на все остальные, работающие в Intel на тот момент, вот, потому что эта команда ставила во главу угла инженерную тему, инженерные практики, которые, вот вы видите, там парная работа. Вот я лично работал в компании Intel на протяжении пяти лет и все пять лет работал в паре, в паре с кем-нибудь. Я никогда не оставался один, вот. И команда эта, все инженерные практики, все процессы, которые мы там знаем, любим, agile и прочее, постепенно адаптировала, начиная там с классического подхода под названием Scrum, адаптировала его как только могла под бизнес, бизнес был в большущем-большущем восторге. Вот, все были счастливы, ничего не предвышало беды. Вот, в марте месяце 2013 года приезжает один большой, очень важный, с большой головой топ-менеджер и говорит, ребята, так и сяк, очень тяжелое время, рынок, все дела, простите, но, в общем, через три недели вы все увольны. Вот. Мы с этого совещания, так, ну там, условного совещания, да, когда нам такие вещи объявили, вернулись, сели как-то, знаете, так на столик посидеть, поговорить, как же так, мы же тут вроде все такие хорошие, молодцы, и проект это важный для бизнеса делаем, а как же так случилось, что нас всех увольняют. Вот. Посидели, посидели, ничего лучше не придумали, кроме как взять и сделать свою компанию. Единственная проблема, единственную сложность и, скажем так, нежелание чего-то терять, что у нас было, это нежелание терять команду, терять тех людей, с которыми мы рядом работали. Вот. Все понимали, что при необходимости работу все найдут. Это вообще не проблема, уж в нижнем точно, кто-то нам за рубеж уехал, у нас в итоге люди там разъехались по Америке, Германии, куда угодно. Вот. Но очень не хотелось терять вот этих людей, с которыми мы, можно сказать, выросли, вот, с которыми мы вместе работали, и как-то так вот естественно, а давай сделаем свою компанию, ну давай, что, пойдем, пойдем заявление подадим ее, не проблема. Вот. На тот момент мы умели только учить другие команды agile подходом, agile майнсету, вот, и рассказывать много про инженерные практики и, соответственно, разработкой заниматься. Собственно, на этом и сосредоточились. Вот, вторая фотография, это вот наш первый офис. Это примерно комнатка, там, четыре с половиной на два метра. Находится она в Нижнем Новгороде, там, куда общественный транспорт совершенно не ходит. Добраться туда можно максимумом на машине. Вот. И вот в этот маленький такой ужас в виде нашего первого офиса мы начали приглашать людей. Людей, которые не смотрели на то, какие зарплаты у нас, людей, которые не смотрели на то, в каких там условиях они будут работать. Это людей, которые хотели работать непосредственно с нами. Антон будет рассказывать про agile и прочее. Он очень много проводил разных лекций, разных семинаров для студентов, и студенты очень активно к нему шли. Антон, где же такому учат? Мы хотим с вами работать. Серьезно, так и было, собственно. Мы так первого человека и нашли. Постепенно, постепенно, значит, развивались, ездили на всякие конференции. Вот эта вот конференция примечательна тем, что у Димы и Антона были всероссийские гастроли с одним и тем же докладом. Они, да, с одной и той же темой ездили по разным конференциям. На этом конференции мы нашли своего первого заказчика. Постепенно, постепенно как-то вот у нас все росло. И доросло до того, что команда у нас вот выглядела, уже вот две нижние фотографии. По крайней мере, это вот наш новый офис в Нижнем Новгороде. Поскольку компанию мы делали самостоятельно, мы всегда ее хотели делать не так, как другие. Мы понимали, что мы не хотим типичную корпорацию. Мы поработали в Интеле, нам там хватило всех этих процессов с ревью и прочей ерундой. Мы хотели делать, знаете, такую семейную маленькую команду. По большому счету за все время существования Smart Step Group мы очень редко называли это компанией. Мы чаще называем это командой. Командой людей, которые просто вместе работают. И команду мы строили на каких принципах? Прежде всего на том, чтобы развивать людей. К нам приходят люди, которые прежде всего во главу угла ставят то, что они хотят работать рядом с нами. Мы им можем дать весь наш опыт. Все, что мы имеем сами, развивать их, развивать, развивать, развивать. И это очень сильно людей привлекало. В конце концов мы доросли до 11 человек. Мы, честно скажу, мы росли очень медленно. Мы не ставили никогда себе такой цели, чтобы вырасти в количестве очень много раз. И нанимали людей со схожими идеями. Развитие людей мы строили каким образом? С каждым человеком очень индивидуально. Все, что ему хочется, все, что ему нравится. Все технические темы, которые он хочет развивать в себе. Кому-то хотелось работать, побольше развиться в базах данных, помогали в этом вопросе. Кому-то хотелось в тренерство пойти. И у нас в итоге три человека спокойно могли пойти и прочитать тренинг в какой-нибудь крупный банк. И фидбэки были отличные. При том, что люди эти к нам приходили студентами буквально. Один из важнейших принципов, который мы ставили опять же в угловую угла, это обратная связь. Вы, в общем-то, сами об этом в Dota прекрасно знаете. Обратная связь здесь, на мой взгляд, на таком хорошем уровне. Можно легко пойти и поговорить. И у нас была такая хорошая практика, на мой взгляд, хорошая. Практика разговоров один на один, когда любой человек мог к любому пойти и высказать все, что он думает. Любые мысли, любые темы, любое, что волнует. Сначала это было так, что пришли вроде, а что обсуждать? Вроде пока нечего. Потом они сами выстраивались в очередь, чтобы поговорить. Это могли быть какие-то темы, связанные с индивидуальным развитием, с планом развития. Как сильнее стать еще более крутым разработчиком. Это были темы личностного характера. У Ани, например, в свадьбу помогал ей планировать. Ну серьезно, у нее была такая, не то что дилемма, а проблема, связанная с организацией. Это немножко ей мешало работе. Давай, чем могу, помогу. Любые темы могли. Поэтому мы всегда к нашим ребятам относились как к одной единой команде. И вот этот принцип обратной связи и принцип того, что каждый человек мог прийти и с каждым поговорить, он давал как раз-таки вот эту семейность. То, что все были очень-очень близки. И когда мы сообщили о том, что вот, ребята, мы собираемся объединяться с ДОДО, реакция была разная. Кто-то чуть поспокойнее воспринял, кто-то смотрел на нас вот такими глазищами с открытым ртом, не понимая вообще, ребята, что происходит. Как же так? Мы же тут маленькие семьи, вы нас собираетесь в большую компанию пристроить. Вы что, с ума сошли? И мы постепенно начали объяснять, что, ребят, никакой корпорации не будет. Первый страх, который у нас был и страх, который он немножечко еще остается, это страх корпорации. Того, что сейчас насадят какие-нибудь, не знаю, процедуры, ревью и что-то подобное. С этим мы очень долго и делали, и продолжаем делать, объяснять, что никакой корпорации не будет. Вот эта вот пресловутая семейность, да, мы ее оставляем. Любой человек может прийти и ко мне, и к Диме, и к Антону, как угодно, поговорить на любые темы. Есть у кого-то боль в IT, да, вот наша прямая задача, по сути, это развитие IT, развитие Doda как IT-компании. Любой человек может прийти и поговорить, высказать любые мысли, которые у него есть по этому поводу. Ничего не стесняй, не стесняй, не стесняйся, не бояться. Чтобы сильно не задерживать, я передам слово Антону. Ну, всем привет, я Антон. Значит, у меня должность, да, должность у меня, чип agile, офицер. То есть, я тут главный по agile. Вот. И agile такое слово, это buzzword, очень популярный в последнее время, особенно в прошлом году. Герман Оскар сейчас постарался. Вот, но очень многие люди это слово понимают неправильно, интерпретируют его, ну, как бы, ну, искаженно. Вот, поэтому прежде чем поговорить о том, что это такое, мы поговорим, что это, ну, чем agile не является. Вот. Не является он, например, скрамом. Вот это такая вещь, которую вот очень много людей путают. Скрам – это, ну, одна из методологий, да, один из фреймворков процессов, но он всего лишь один. На самом деле их гораздо больше, и скрам, у него куча недостатков, не самые лучшие. Agile не значит, что вы просто вот пришли на работу, вам сказали, так, ты теперь скрам-мастер, например, ты теперь там у нас product-оунер, да, и ты у нас там коуч, да, например. При этом ничего не поменялось в организации, в том, как люди работают. Это тоже не agile, да, так не получится изменить компанию. И это не ритуалы, то есть не карго-культ. Если люди просто приходят, ну, не знаю, каждое утро на стендапы, это еще не значит, что у них вот это возникла искра, да, и что они являются настоящей гибкой компанией. Потому что гибкость не в этом, да, если вы просто следуете каким-то вещам, там, ну, копируете другие компании, копируете другие процессы и практики, но у вас нет внутри ценностей базовых, то agile не заработает. Очень часто в корпорациях, вот, в том же, ну, и в интеле тоже не исключение, во многих банках, с которыми мы работаем, компании делают одну и ту же ошибку. Они говорят, так, вот у нас есть там какие-то отделы, мы чувствуем, что нам надо поменяться, давайте, вот, мы все знаем, что agile-то вроде клево, давайте его внедрим. А где мы его внедрим? Ну, вот начнем вот здесь, например, да, вот тут у нас айтишники сидят, они вроде продвинутые, начнем с них. Так не работает, вот, сколько я не видел таких примеров, все это не работает, потому что, если вы хотите трансформировать компанию в agile, вы должны трансформировать всю компанию, начиная с SEO, потому что SEO – человек, который задает культуру в компании и заканчивая, ну, вообще всеми, всеми структурами в вашей организации, только тогда это дает какой-то эффект. И вот в доди в этом плане все очень круто, потому что, ну, принципы agile у вас в ДНК, они в крови, они поддерживаются руководством, и, ну, вот, многие вещи, которые у вас есть, даже если вы их, ну, как бы не формулируете явно, они все равно присутствуют. То есть вы, ну, вы в этой культуре существуете, поэтому нам будет легко, ну, нам, поэтому мы и притянулись, да, друг к другу на самом деле. Для нас agile – это большая ценность, для вас это тоже, по сути, стиль вашей работы. Ну, примеры крупных компаний, которым все-таки удалось у себя успешно внедрить культуру agile, ну, например, Spotify. Тысяча шестьсот человек, крупная успешная компания, и она доказывает, ну, она на весь мир гремит тем, как они рассказывают, как у них все круто, значит, и какие у них там успешные процессы, и как у них все здорово. К ним приходят люди за этим, то есть они не за зарплатой там, не за тем, чтобы писать музыкальный какой-то плеер, да, приходят. Они приходят, потому что там круто работать с другими людьми. И у нас такая же культура была в компании. К нам приходили люди, которым интересно с нами работать. Они отказывались от позиций в Intel, в Амазоне ради того, чтобы просто работать в хорошей компании. Netflix – это пример того, как компания может очень просто формулировать свои внутренние политики. В Intel, например, когда вы едете в командировку, вам нужно было пройти тренинг, там, я не знаю, на час, наверное, в котором 50 правил, что ты можешь тратить, что ты не можешь тратить. Вот. В Netflix – одно правило из пяти букв, ой, из пяти слов, то есть действуй в лучших интересах Netflix. Все. Сам решай, что тебе есть, что тебе пить, где тебе жить, но чтобы это было в интересах компании. Valve – компания, в которой нет орг структуры. Никто не понимает, как она устроена, даже сотрудники внутри этой компании. Но компания организована вокруг людей. То есть люди приходят не в проекты, они сами внутри компании решают, чем им интересно заниматься, и сами переезжают, передвигаются, у них столы на колесах. В общем, очень гибкая орг структура. Так вот, что же такое agile, что объединяет все эти компании, что у них? Это в первую очередь культура, то есть это ценности, базовые ценности, которые самое главное. Ценности какие? Что команда – это самое главное. Люди не ресурс, да, вот менеджеры там в корпорациях любят людей называть ресурсами. Мы никогда не называем людей ресурсами. Для нас люди – это команда, это наша семья практически. Это то, что мы должны меняться, да? Мы вовремя замечаем потребность изменений и постоянно ищем пути улучшения. Вот что такое культура. Ну и дальше уже на этой культуре базируются, стоят процессы, практики и так далее. Без культуры никакие практики не работают. У меня все, да? Все, отлично. А, ну и наша цель, еще раз повторю, мы не хотим, чтобы Дода превратилась в корпорацию, в такую интерпразную, в худшем смысле этого слова. Понимаете, чтобы там бюрократия какая-нибудь появилась. Компания будет расти, и это очень большой челлендж на самом деле, чтобы сохранить вот эту такую семейную атмосферу и не забюрократизироваться. Ну, а мы, соответственно, будем помогать. Все, теперь слово передаю Дине. В общем, в заключительной части, тут много уже ребят сказали про корпорацию, не корпорацию. Я очень коротко скажу. Вот Антон приводил примеры компаний, в которых хочется работать. И наша задача, в том числе и в IT, сделать такую компанию, в которую программисты в очередь выстраиваются, вот чтобы там люди стояли. Вот примерно так же у нас где-то от Сыктывкара до Москвы была очередь в офис Доды. Все бы стояли со своими резюме, сказали, возьмите нас, пожалуйста, на работу. У вас так круто, мы хотим делать крутые очень продукты. Вот здесь есть примеры компаний, где людям реально, программистам хочется работать. Многие из них туда ходят не за зарплатой, не за кофе, не за пуфиками, не за иксбоксами, а потому что там вот та самая атмосфера. Люди уставшие от корпорации, бесконечных кипиев и прочей ерунды. Вот, ребята уже говорили, команда – это самое главное. Мы будем искать лучших людей. Что это значит? Лучшие они будут по ценностям. Мы готовы их развивать, мы готовы в них вкладываться как себя. Но вот это такой dream team. Всех возьмем, у каждого там своя сильная сторона, своя ability, но вместе мы будем друг друга усиливать. Что еще важно? Лучшие инженерные практики. Процессами одними это не решается. Мы как технари, как программисты, как инженеры понимаем, что должен быть инженерный подход. Вот мы вчера ужинали, уже с кем-то из ребят общались. Релизы должны быть скучные. Должно быть настолько утомительно их делать. Почему скучные? Должна быть рутинная операция, это не должно быть какое-то событие. Релиз, кнопку нажал, все, поехало, раскаталось, посмотрели, вроде все нормально, все выпустить в продакшн. Борьба с техническим долгом, которая уже началась, тоже инженерные практики здесь помогают. Развивать людей, прокачивать тоже. В общем, XP здесь не Windows XP, а имеется в виду экстремальное программирование. И в общем все вот эти, да. То подумайте, что мы тут эти курсы сертификационные проводим. И такой вот agile без примесей, да. Антон говорил уже, Саша говорил, это не какой-то карго-культ. О, у нас, короче, есть task tracker, есть backlog, ну, значит, мы по скраму работаем. Мы тут 9 утра на стендапы собираемся, значит, у нас agile. Нет, вот такой чистый, без примесей, именно культура, ценности и таких людей мы будем привлекать. Вот пример уже есть, когда мы теперь уже стали одной большой семьей, нашли, как Федор сказал, подобное, притянуло подобное. Вот и здесь так же, без всяких вот корпоративных этих изъянов. Вот, ну и кульминационный слайд. Вот, такого не будет. В общем, мы все для этого сделаем, чтобы… Ну, такое правило очень прошло, no bullshit management. Это значит, что процессы должны быть простыми, понятными, удобными для людей. Если мы видим, что где-то нам чего-то мешает, какой-то там кодекс политик или еще что-то, мы будем ее, можем вместе поменять, трансформировать, да. То есть сначала люди и их взаимодействие, общение, а потом уже процессы должны подстраиваться под людей. Да, фоточку сделаете. Вот, лучшие люди, компания мечты, лучшие инженерные практики, лучшие процессы. И, как вы знаете, наверное, вот при гибких всяких подходах такое слово есть эксперимент. Но мы на самом деле тоже часто экспериментируем много. И в эксперименте очень важна обратная связь. Вот Саша уже говорил, если что-то почувствуете, мы что-то делаем не то. Надо просто с нами поговорить, что-то сказать. Пожалуйста, не стесняйтесь, подходите. Мы еще сегодня, нет, ну сегодня уже так уедем, завтра будем весь день. Ну, в общем, везде есть там в скайпах, в соцсетях. В общем, давайте общаться, давайте вместе эту компанию мечты строить. Вот, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.